Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Утро на Болткоме Сегодня его проводим мы, Абби Келкин, Артём Липин и звукорежиссёр Евгений Копеин И сегодня у нас в гостях по Зуму две очаровательные дамы Во-первых, это представитель компании из ЕДОТОВА РУТА ДИМОНТА Здравствуйте! Доброе утро! И представитель организации Доктор Клоун Марьяна Миловская Доброе утро! Телефоны прямого эфира, как обычно 672-12-93-9 672-13-93-9 Также можете писать нам по WhatsApp 2-300-61-91 Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии по обсуждаемой теме Ну, тема у нас как уже несколько месяцев недель, вернее, одна и та же это коронавирус Может быть, вы можете рассказать с точки зрения ваших именно организаций ЗЕДОТ ЭЛВА и Доктор Клоунс что поменялось за эти недели и есть ли какой-то действительно перекос в сторону коронавируса или это просто одна из сторон работы? Ну, конечно, работа сейчас немножко побольше потому что мы на ЗЕДОТ открыли новый проект это фонд помощи для борьбы с эпидемией COVID-19 и у нас две инициативы одна это помощь медикам это чтобы покормить еда для медиков когда мы собираем деньги чтобы медики могли работать а мы как общество могли им каждый день привезти горячую еду это одна инициатива это помощь для медиков а вторая инициатива это Сытая Латвия или Пайджа Латвия это уже продовольственные банки это уже довольно такой проект со стажем начали его вместе в 2009 году когда был экономический кризис и когда жителям понадобилась помощь с продуктами и сейчас мы вместе с Ариэшопиеном опять обновили этот проект и те люди которые потеряли работу и не могут покормить свою семью могут обраститься в этот продовольственный банк Мариана да, я наверное немножко более узко чем Руто расскажу потому что мы все-таки организация занимается определенной вещью мы к сожалению никаким образом не можем повлиять на экономическую заставляющую на материальную помощь чем вот именно занимается Зедут то есть самая примарная помощь это того чтобы помочь на самом деле выжить людям которые не могут сейчас и медикам которые действительно сейчас исполняют невероятную работу и нагрузка которая на них она большая наша задача это в общем-то помочь вообще это сохранять эмоциональный фон позитивный и вообще мы работаем больше с чувствами и с эмоцией доктор Клоун изначально работал именно с эмоциональной частью человека которая помогает ему по крайней мере когда он в больнице выздороветь а сейчас мы надеемся что может помочь пережить это время именно в смысле не то что мы выживем а мы начнем жить после того как это пройдет то есть большая разница то есть кто выживает а кто продолжает жить то есть мы сейчас как задачу свою рассматриваем сохранение эмоционального здоровья насколько это возможно в такой ситуации мы к сожалению тоже больше не имеем права работать в больнице доктора Клоуны не работают в больнице с начала карантина но вот все последние то есть месяц чем мы занимаемся мы ищем новые способы помощи и мы поняли что помощь нужна не только детям в больнице не только родителям в больнице и медицинскому персоналу как это было всегда вот потому что мы очень много работаем с медицинским персоналом ежедневно тоже им тоже очень нужна эта эмоциональная поддержка чтобы продолжать работать потому что мы знаем что даже до коронавируса смены особенно для медсестер были огромны сейчас нагрузка еще больше вот мы поняли что вообще нужна поддержка всему обществу в общем поэтому как все понятно мы пытаемся уйти в онлайн в диджитал и давать свою какую-то как назвать услугу или свою помощь через онлайн-каналы мы сейчас ищем возможности как работать с больницей с детьми онлайн именно общаясь с каждым ребенком индивидуально мы давно думали об этом проекте но вот все думали что еще время не пришло и тут плодать пришло да надо заниматься мы как раз говорили об этом месяц назад с моими коллегами мы смеемся о том что говорили об этом может быть не надо так сильно думать о каких-то вещах потому что они приходят мы хотели делать это через пару лет начали сейчас нам важно чтобы это были дети в больницах которые все равно продолжают конечно находиться в тревожности а то что происходит вокруг они понимают это чувствуют еще больше родители которые сейчас я знаю в детской больнице даже не имеют права поменяться с другим родителем потому что понятное дело мы все сейчас особенно больницы смотрят на то чтобы не принести новый вирус и понятно медицинский персонал я очень длинно говорю сейчас быстренько скажу мы начали работать под окнами больницы что значит мы можем дать свой вклад не только одному отделению одному ребенку а всей больнице кто в этот момент может находиться окон мы это пробовали в Валмере это невероятно хорошо пошло не только для детей не только взрослых то что больница большая но и медицинскому персоналу который был очень-очень благодарен которого мы смогли на какой-то момент выдрать из этой вот ситуации тревожности мы работаем с прямыми трансляциями через наш инстаграм и фейсбук для нас это ново но мы стараемся найти пути с детьми онлайн через планшеты нам бита подарила определенное количество планшетов которые мы раздали по больницам и вот там вопрос как передавать ребенка к ребенку чтобы не было вирусов но тем не менее чтобы ребенок была возможность онлайн пообщаться с клоуном ну и мы ищем еще новые возможные какие-то пути как мы можем помогать если мы возвращаемся вот к ЗИДу ТЛВ все-таки какой вид помощи вот по вашим прогнозам вот может быть в свете вот COVID-19 может с одной стороны мы слышим что правительство принимает те или иные решения по поддержке определенных групп населения но в то же самое время мы понимаем что еще очень много людей могут оказаться ну вот в такой материальном тяжелом положении ну сейчас это очень трудно сказать потому что сейчас ситуация довольно такая если можно сказать нормальная потому что кризис только начался но мы не знаем как долго это будет длиться и есть и вот эти длиться по балсты да по простою да будет продолжаться выплачиваться тогда я думаю кризис не будет таким большим как это было в 2008-2009 году когда действительно людям не было чего кушать но если это будет длиться полгода или дальше тогда я думаю будет очень трудно тем людям которые нуждаются в иной помощи например у нас в портале довольно много людей собирает пожертвования на лекарства онкологии и дети после операции они нуждаются в интенсивной реабилитации но сейчас это как-то все пошло на второй план потому что мы все очень хорошо понимаем что надо бороться с этой пандемией чтобы разрушить нормальные русла да нормальная жизнь это очень трудно сейчас сказать мы готовы работать конечно наш берет тоже закрыто и вы можете видеть что здесь со мной все пусто мы работаем не принимаем посетителей но по имейлу и по телефону мы продолжаем помочь тем людям которые нуждаются в помощи не только в связи с COVID-19 а вот как раз интересно потому что у нас в гостях на прошлой неделе была госпожа Вайвера представитель организации платформы Палет Майас и она говорила о том что в кризисные времена в такие сложные как раз увеличивается социальная ответственность населения и больше начинают пытаться как-то помогать окружающим людям видим потому что чувствуют что самим тяжело и значит понимают как всем вокруг тяжело вот вы в своей платформе ZEDOTLV есть ли вы замечаете какие-то изменения в помощи другим проектам не связанных с коронавирусом это уменьшается помощь потому что всем сейчас не до этого или наоборот увеличивается как раз таки из-за этой повышенной социальной ответственности ну знаете было очень интересно первые недели после вот этого чрезвычайного положения когда первые две недели почти люди не делали пожертвования другим проектам только вот по помощи COVID но сейчас уже когда уже пошел второй месяц мы понимаем что это надолго это часть нашей жизни этот COVID люди тоже помогают тем которые нуждаются например в лекарствах онкологии и иначе но конечно самый большой поток пожертвований сейчас идет на помощь медиков и на панджи Латвии потому что это это правильно что мы когда кризис мы почувствуем когда на себе тоже тогда мы лучше можем понять других людей это эмпатия да и сейчас наверное каждый почувствовал этот кризис COVID-19 и тогда вот люди становятся да как бы более солидарными Марьяна а у вас в Докториколне вы чувствуете какое-то изменение в поддержке со стороны населения не знаю финансовый или просто какой-то эмоциональный на самом деле для нас это было еще большим потрясением чем для всех остальных потому что через два дня после того как начался карантин у нас должна была начаться наша ежегодная кампания по сбору средств которая дает одну треть нашего бюджета вот а сейчас мы успели только на нее потратить но ничего конечно естественно она не началась вот ну и во-первых нам казалось что нам совершенно некорректно на данный момент какого-то образом призывать людей жертвовать для нас какие-то суммы потому что понятно что особенно как вот Рута говорила первые две недели они были совершенно шевушока вот и люди находились в такой прострации непонимания что происходит то что мы чувствуем что финансовая поддержка к сожалению у нас абсолютно сошла на нет это действительно вопрос о существовании дальнейшего проекта он существует он теперь уже начинает существовать достаточно активно вот эмоциональная да она существует но мне кажется сейчас она все больше идет на людей которые вокруг нас более близкие мы понимаем что надо очень сильно заботиться о том кто наши близкие родители дедушки и бабушки которых мы больше не можем увидеть к сожалению чужие дедушки бабушки меня это очень сильно порадовало что вот люди идут действительно помогают принесут продукты и так далее да вот мне кажется сейчас то приходят больше такие наличностные вещи наличностные контакты на более близкие которые мы немножко позабыли в это время бесконечного бега который у нас был до того как включился карантин да но чисто финансово я думаю что вот Наруто да она видит что у них происходит именно по проектам которые относятся к ковиду 19 и вот таким жизненно важным проектам мне кажется это очень правильно что мы должны не забывать что есть такие жизненно важные проекты как дети которые продолжают лечиться не только ковид 19 потому что жизнь после него продолжится и вот такие вещи мы должны даже сейчас о них не забывать ну по нас не знаю надеемся что мы выживем вот куда денемся да а вот что касается все таки вот этой новой особенности этой работы виртуально это как-то меняет вот для участников вашего проекта они как-то должны по-другому готовиться вот какая-то специфика есть когда вы должны ну переучить своих общаться да виртуально на самом деле для нас это невероятно тяжело потому что именно доктор клоун тренирован на то что на личное общение на ориентацию того что он видит напротив себя то есть если еще онлайн разговоры с детьми с родителями взрослыми то ты получаешь определенную реакцию ты видишь что этому человеку надо но когда ты делаешь просто лайв трансляцию ты не видишь кто у тебя с той стороны на самом деле это больше своего рода развлечение и отвлечение это не терапия потому что все таки мы говорим о докторе клоуне то это уже клоуна терапия потому что это ориентировано на самого ребенка взрослого или медика а тут мы немножко теряем вот именно этот терапевтический момент то с одной стороны не жаль с другой стороны это дает нам возможность развития в какой-то другой степени мы давно очень хотели работать с детками которые находятся в палеоативном лечении и это может быть один из способов которых мы сохраним чтобы работать с ними мы не можем всех посетить не можем ко всем проездить но у всех есть дома гаджеты мы сможем с ними общаться так что-то мы это рассматриваем тоже как вызов и необходимое учение новым навыкам к которым мы пришли бы но через пару тройку лет может быть возвращаясь еще к ЗИРТЛВ но мы знаем что ЗИРТЛВ собирал в том числе средства на лечение за границей если вот здесь в Латвии не могут оказать соответствующую помощь понятно что сейчас ни о каком лечении за границей речи быть не может что как вы пытаетесь вот эту может быть сторону как-то перепрофилировать или пытаться все-таки помочь в лечении здесь в Латвии ну сейчас таких актуальных проектов на лечении за границу нету но мы собираем деньги например на операции которые не оплачиваются государством здесь в Латвии ну сейчас эти операции не проводятся мы знаем что не проводится никакая медицинская планета да и мы надеемся что когда закончится эта пандемия и начнут медицинские учреждения начнут свои поколпои услуги да услуги да тогда этим людям будет необходимые средства собраны и мы сразу сможем это оплатить потому я призываю что мы можем сейчас сделать пожертвование для тех которые сейчас не могут получить помощь например репутацию но после кризиса это будет не только для пациентов хорошо что они смогут сразу начинать например репутацию но и для медиков которые сейчас не могут работать ну например зубные врачи и хипотологи и хирурги да это тоже такое как бы взгляд на будущее что после кризиса тоже будет жизнь ну я так надеюсь мы все на это конечно надеемся вот говоря еще действительно об этой помощи на такие манипуляции которые государство не оплачивает вот мы наверное зачастую тоже слышим какие-то мнения людей которые говорят что да я готов помочь но странно почему так много видов помощи все-таки государство еще не оплачивает вот горечь такая у людей вообще меняется вот все-таки в лучшую сторону за последнее время потому что мы слышим что вот там все-таки увеличилось финансирование общий бюджет здравоохранения больше миллиарда и тем не менее все-таки вынуждены мы собирать деньги на те или иные операции и так далее ну технологии развиваются и не все не все государства в том числе Латвия могут сразу положить в бюджет тех технологий которые ну новые и как и так же лекарства и потому что всегда будут такие манипуляции которые не будут оплачиваться государством но которые будут ну например самые новые самые инновидивные и мы думаем что мы как общество можем помочь нашим людям получить самое хорошее лечение да и так же например рекомендации детей она во всем мире держится на двух таких базах это одно государственное финансирование а второе это пожертвование так же например доктор Клаун тоже я думаю в будущем может быть мы можем надеяться что часть например той программы будет финансирована от государства наших налогов но это надо идти по маленьким таким шагам если смотреть например на кризис 2009-2010 года когда был экономический кризис тогда вообще почти ничего не оплачивалось государством нам было очень много работы на сбор пожертвования для лечения для медикаментов сейчас ситуация конечно улучшается но не для всех да и например онкология еще вот такая очень тяжелая сфера например мы сейчас собираем пожертвования на лекарства нашему олимпическому чемпиону Янусу Лосесу он он нуждается тоже в медикаментах которые не оплачиваются государством хотя это удивительно те которые хотят помочь могут зайти на страничку зеду точкой лв и прочесть и помочь а если кстати юридические все-таки лица ну то есть компании хотят пожертвовать как-то это учитывается в налогах вот вы что-то можете сказать по этому поводу да ну я хочу сказать что последние три года когда изменилось законодательство об этом и годы на пожертвования значительно уменьшились уменьшились юридические лица компании не жертвуют так охотно например если посмотреть на прошлый год на спад или как это можно сказать от коммерческих предприятий в сфере пожертвования было 15% на 15% меньше делали пожертвования бизнес-организации ну это наверное понятно потому что с одной стороны это льготы немножко поменьше а с другой стороны наверное может не такая хорошая экономическая ситуация или мы ждали какой-то кризис не знаю трудно сказать но в принципе да если сделать пожертвование тогда надо если компания хочет сделать пожертвование тогда она может получить льготы в конце года 672-12-93-9 672-13-93-9 от телефона прямого эфира также пишите нам по ватсап 2-3-0-6-1-9-1 сегодня с нами на прямой связи глава боготворительного фонда заедут Телверуто Димонта и глава общества доктор Клоун Марьяна Миловская что касается доктора Клоуна Марьяна есть ли опыт других стран где государство помогает или может быть какие-то фонды есть то есть где не просто физические лица жертвуют доктора Клоуна а государство к примеру или муниципальные власти в основном в других странах это действительно муниципальные власти это не само государство вот и то с чем мы думаем что нам бы с одной стороны очень хотелось бы государственной помощи но с другой стороны мы понимаем в какой ситуации находится медицина как таковая нам очень бы не хотелось конкурировать с медсестрами с которыми мы работаем бок о бок потому что все-таки они делают всю основную работу если часть бюджета будет доктору Клоуну я боюсь что и немного отношения может поменяться что с одной стороны понятно потому что для них тоже зарплаты недостаточны и нам очень нас очень болит из ушей что они уезжают поэтому мы искренне надеемся что мы сможем еще какое-то время прожить именно на пожертвовании именно людей индивидуальных пожертвований пожертвований предприятий пока больше не настроится бюджет медицинский более-менее нормальная русла за границей это фонды очень много поддерживают фонды как таковые фонды больниц зависит от государства но часто это оплачивается большей частью фондом больниц те клоуны которые работают в определенных больницах то есть организация зоночная как доктор клоун одна но каждая больница содержит своих клоунов вот как вариант а также понятно что в принципе культура пожертвований в Европе куда более развита чем у нас экономическая ситуация тоже другая с этим надо считаться а вы как-то вообще общаетесь с коллегами из других стран вот по поводу того как пережить эту пандемию вы сказали что доктор клоун сейчас существование даже под угрозой в Латвии вот в других странах особенно может быть в тех где нет этой помощи от государства от муниципалитета есть ли какие-то стратегии по выживанию вы знаете все еще не могут понять насколько долго это будет продолжаться в данный момент все немножко притормозили свой так называемый фандрейзинг никто агрессивно этим сейчас не занимается потому что это не очень корректно по отношению к людям которые в общем-то пытаются выжить но все в их переходим немного в диджитал чтобы сделать то что мы можем сделать как таково поддержать общество чтобы общество могло выйти не только в экономическом смысле выжить но и в психологическом смысле чтобы мы могли существовать после того как это все закончится потому что в принципе конечно это самоизоляция вызывает невероятную депривацию я уже не говорю даже о тех людей которые потеряли работы а просто о тех которые вынуждены сидеть дома о детях которые чувствуют понимают что происходит дома о родителях о мамах которые сейчас учатся вместе с Е-классом и все были вынуждены стать учителями и готовить монстоп вот для докторов-клоунов во всем мире сейчас очень большой вызов именно то чтобы помочь выжить обществу как можно более здоровым выйти что касается стратегии выживания именно финансового то мы еще немножко отложили это еще примерно на месяц мы разговариваем с нашими коллегами постоянно вот мы очень близки к ассоциации европейской мы не в ней потому что достаточно дорого стоит но мы общаемся постоянно с коллегами что как происходит и вот у нас будут какие-то сейчас зум-звонки мы будем понимать что у каждого как реально какие у кого запасы вот как мы говорим в Латвии к сожалению у большей части семей так и организаций я думаю к сожалению отложено не очень много на черный день вот за границей у них это другая ситуация вот ну и каждый будет делиться своим опытом ну вот действительно мы уже говорили об этом упоминали что про будущее говорят что ковид-19 не навсегда конечно и пандемия и вся эта ситуация и чрезвычайная ситуация вопрос может быть такой из Еда Телвей доктор Клаун вы как-то предполагаете вот с точки зрения благотворительности как изменится вот этот ландшафт в Латвии и культура заботы друг о друге или это все-таки просто вернется в старое русло как только прямая угроза уйдет ну это очень трудно предсказать потому что мы не знаем как долго это будет длиться но я думаю что вот если посмотреть на последние 20 лет тогда после каких-то сотрясений например кризис 2008 года или трагедия в золе люди после таких ну трагических случаев да люди становятся более добрыми и более сочувствующими 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 потому что когда уже жизнь идет на все 100-150% мы все идем вперед да тогда не всегда есть время посмотреть вокруг да и увидеть те которые может не так быстро могут идти вперед и все путешествовать и быть успешными да и такие кризисы они наверное очень хорошо хороши для общества чтобы переоценить наши ценности наши что у нас и действительно что для меня лично или для кого-то очень важно и сейчас мы это очень остро видим что вот никто не может знать заболеет он с COVID-19 или нет как это будет отражаться на мою семью и семью моих родственников ну это очень такое трудное время для всех но я очень надеюсь что после этой пандемии мы выйдем немножко добрее Марьяна да мне кажется что Рута подняла очень важную вещь того что как раз таки во время пандемии мы видим мы наконец таки смотрим на те вещи которые реально в жизни самые важные да какие-то поверхностные вещи ну я не знаю может такое сравнение очень хорошо ну там конечно какие-то блогерство бьюти и всякое разное что-то на самом деле не самое важное важное мы живем дома есть наши самые близкие люди наши потребности оказывается не такие огромные как нам казалось до того как мы жили вне в этом да то есть мы смотрим на жизнь сейчас совершенно по-другому и останется ли это с нами после того как пройдет вирус не знаю мне трудно сказать я часто задаю себе этот вопрос насколько долгим он должен быть чтобы мы в общем-то остались в тех чтобы мы сохранили те хорошие ценности которые этот вирус принес потому что в общем-то они тоже есть это не только один негатив это какое-то как что бы мы ни говорили все равно это большее время с своими близкими большее время с самим собой то чего действительно большая часть народа даже точно сказать могу я при этом беге и постоянном движении вперед мы немножко забываем насколько это сохранится или улетучится в тот момент через неделю-две после того как это пройдет и мы понесемся опять вперед я не знаю кто может сказать надеюсь что они останутся с нами по поводу того что это будет значить для предприятий возможности да наверное насколько это долго продолжится насколько люди будут еще без цериба не знаю как сказать то есть они будут изнадежность да или они уже они будут верить во что-то или они будут настолько уставшими что будут только заниматься визживанием надеюсь что первое вот а мы будем заниматься тем что вот и так точнее будем стараться чтобы это так и произошло спасибо да ну нет хочется еще поговорить по поводу помощи в целом сейчас я попробую сформулировать как-то эту тему потому что с одной стороны вы говорите о том что действительно помогает это это пандемия она помогает увидеть какие-то самые важные вещи самые такие ну ценности важные для всех и о здоровье подумайте и о подумайте о других людях но при этом вы и вы обе говорили о том что для обеих организаций сейчас не самое легкое мягко говоря время не самое простое и не самое в плане там если для прозвета ТЛВ говорить то несколько уменьшились особенно в первые недели эти поступления помощи другим людям вот как-то это не очень сочетается или это просто разные вещи мне кажется это совершенно все-таки разные вещи потому что мы в первую очередь это совершенно нормально человеческом в первую очередь заботимся должны заботиться о себе о своих близких а потом дальше если мы не будем этого делать мы просто погибнем и не сможем заботиться дальше поэтому в общем-то я не вижу в этом противоречия потому что сейчас мы все в одном находимся но это может коснуться каждого если мы говорили о таких страшных трагедиях как Золя Туда или что-то это были люди там которым мы могли помочь и мы все взялись за руки и это действительно было удивительно как Латвия объединилась и не важно было на языки на сословия абсолютно не важно мы все объединились для того чтобы помочь тем а сейчас мы все под угрозой наши близкие под угрозой и мы живем в общем-то в постоянной тревожности в постоянном незнании будущего как бы мы ни хотели какими бы сильными ни были на нас это влияет вот и поэтому продолжать быть такими же наружу совершенно и поддерживать всех понятно что мы какую-то свою силу неважно она внутренняя и финансовая мы все-таки примарно сохраняем для своих близких людей и мне кажется что это в общем-то достаточно здоровый подход а потом рассматриваем что мы можем дать далее и это правильно я надеюсь что мы сможем давать дальше но примарно это близкие для нас люди я полностью разделяю мнение Марьяны потому что никому не это не не обязанность делать пожертв другим людям это когда мы хотим мы готовы и можем в первую очередь надо позаботиться о своей семье и тогда уже посмотреть вокруг и так и люди делают и вот потому и было в первые недели когда вот после чрезвычайного состояния когда вели люди не жертвовали не делали пожертвования потому что они не знали что будет впереди как они переживут и сейчас когда уже более-менее мы уже жили с этим кризисом мы знаем как реагировать как мы как семья функционируем кто идет на работу кто нет мы можем вот посмотреть вокруг и может кому-то еще помочь ну тогда действительно вот сейчас уже наверное завершающий вопрос говоря про будущее но несколько более конкретно вот Марьяна уже немножко упомянула что вот этот проект с онлайн помощи докторов клоунов он уже предполагался немножко ранее уже рассматривался но просто казалось что не время и вот сейчас он ведется и в будущем вероятно останется но вот какие-то вещи которые поменяются сейчас в ваших организациях в ДТВ и доктор клоун вы чувствуете что какие-то вещи они останутся которые сейчас изменились ввиду коронавируса что они останутся именно с точки такой более организационной не философской больше работы на удаленке там например я думаю что да мы больше сейчас например договоров подписываем электронной подписью да это тоже юридический такой инструмент если до пандемии довольно трудно было с людьми договориться что подписать в электронной среде тогда уже сейчас уже все поменялось и все самоуправления и даже частные лица готовы подписать договоры в электронной среде это одно но второе наверное да что мы мы например будем поиначе работать например с банками не будем идти в банки или не будем ну как физически да много сможем сделать по онлайну не знаю хорошо это или плохо потому что каждый нуждается в коммуникации прямой коммуникации не только по онлайну но наверное это будет что такое что-то такое что останется потому что это для организации дешевле работать в онлайне да но мы тоже всегда наши средства очень бережливо распределяем и сейчас мы видим что например можно работать из дома да и не надо идти в офис ну такие я думаю вещи изменятся да я думаю что у нас похоже как у Zedot мы перейдем на какие-то более больше будет именно дигитальных вещей как вы уже упомянули это действительно онлайн клоун который сможет прийти не только к детям в больницу но и к детям которые находятся дома я думаю что мы будем рассматривать даже такие варианты что после пандемии что на самом деле доктор клоун будет доступен тем кому всем кому это будет нужно ну не всем но понятно есть такая возможность что тем кому нужно кто находится дома не только в больнице то есть скорее всего нам онлайн даст эту возможность я хочу сказать что я наверное человек больше оффлайна поэтому для меня онлайн очень большой вызов вот как и для самих клоунов но вот мы идем к этому потому что сейчас у нас просто нет другого выхода и это заставило нас развиваться в эту сторону в которую рано или поздно мир все равно бы шел просто не такими своими видными шагами вот и да я думаю что важно что в общем-то клоун это не знаю человек который заботится о эмоциональном здоровье человека и очень часто это нужно не только ребенку в больнице если мы через это сможем каким-то образом давать это и другим мы все никак не можем дойти например до пансионатов для пожилых людей может быть нам это даст возможность может быть нам даст возможность это раскрыть всякие другие пути к людям до которых мы до сих пор не дошли я искренне надеюсь в этом спасибо с нами на прямой связи были глава благотворительного фонда Зеетовая Рута Димонта и глава общества доктор-клоун Марьяна Миловска